Пульс города Косолапые проснулись. В Мурманской области зафиксированы первые выходы медведей к людям. Студенты колледжа написали письма в прошлое. Волонтеры Победы провели очередную акцию ко Дню Победы. Голосуй за свой каток. Восстановление спортивного объекта в железнодорожном районе зависит от активности Кандалакшан. Кандалакшский индустриальный колледж стал местом проведения очередной акции волонтеров Победы. Сегодня его студенты писали письма в прошлое. Адресатами стали их родные и близкие, прошедшие Великую Отечественную войну. В преддверии 9 мая в России по традиции повсеместно стартуют различные акции, приуроченные ко Дню Победы. Кроме всем известных Бессмертного полка и Георгиевской ленточки, набирает популярность и начинание вроде Письма Победы. И в Кандалакше уже второй год подряд такие письма пишут студенты индустриального колледжа. А помогают им в этом волонтеры. В пользе этой акции они не сомневаются. Ее важность в том, чтобы ребята ценили и помнили о той великой войне, о тех людях, которые защищали нашу Родину и не забывали об этом. Ведь наше будущее зависит от того, что мы помним, мы знаем, что случилось и гордимся теми людьми, которые защищали нашу Родину. В своих письмах студенты рассказали тем, кто прошел через ужас войны, о том, как живет нынешняя молодежь, в каких акциях и мероприятиях, посвященных Великой Победе, принимает участие. Не забыли ребята и выразить слова благодарности за храбрые сражения, за отважные подвиги, за силу духа, за победу. Прочесть послание можно будет в социальных сетях в тематических группах, посвященных 9 мая. Косолапые просыпаются. В Заполярье зафиксированы случаи появления медведей. Такую информацию распространило сегодня Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. По данным ведомства, косолапые были замечены в Лавозерском и Печенском районе, в Кандалакшском районе, вблизи границы с Карелией, а также в районе железнодорожной станции поселка Титан. Впрочем, пока мер в отношении животных предприниматься не будет. Косолапые не выходят из леса и не приближаются к местам проживания людей. А, соответственно, угрозы жизни и здоровью населения не представляют. Тем не менее, бдительности терять не стоит. Голодные после спячки животные сейчас ищут чем бы полакомиться. Многочисленные свалки вокруг населенных пунктов – отличная приманка. Не так давно наш маленький город успел прославиться небывалым количеством гостей с юга, а точнее беженцами. На сегодняшний день их здесь уже не осталось. И теперь можно подвести итоги их пребывания на территории Кандалакши. В связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке количество иностранцев на территории нашей страны значительно выросло. И, конечно, на север они приезжали не местными красотами полюбоваться, а лишь с целью транзитом попасть в страны Европейского Союза. Ну а пришлось южанам не только возвращаться во Своясе, но еще и нашу казну пополнить. Кандаларским районным судом за 2015 год и первый квартал 2016 года вынесено было 180 постановлений в отношении граждан Ирака, Ирана и Афганистана, а также других стран. Назначением административного наказания в виде штрафов в размере от 2 до 5 тысяч рублей и выдворения за пределы Российской Федерации. Основной причиной нарушения режима пребывания на территории РФ являлось желание иностранцев пересечь границу России с Финляндией для последующего оформления статуса беженца. В итоге по 180 постановлениям о назначении административных штрафов в общей сложности неудавшиеся беженцы заплатили 423 тысячи рублей в доход нашего государства. Кандалакшская прокуратура проводит горячую линию. Она откроется завтра, 28 апреля. Тема – состояние памятников культуры и истории. Граждане, которые недовольны тем, в каких условиях содержатся памятные места, тем, что захламляется территория у монументов и обелисков, а сами они рушатся, просят позвонить по телефону 962 13. Мир, труд, май – лозунг на все времена. И хороший повод собраться трудовому народу вместе, чтобы пройти ровной колонной по главной улице города. Участники первомайской демонстрации своим традициям не изменяют. 1 мая в 11.45 у здания первой школы будет организован сбор участников шествия. Ровно в полдень колонна двинется в сторону танка, где в 12 часов 15 минут начнется митинг с участием представителей профсоюзных организаций города, местных отделений партии КПРФ и «Справедливая Россия». В преддверии светлого праздника Пасхи в детской эколого-биологической станции прошел мастер-класс по изготовлению пасхального кролика. Мероприятие организовано в рамках грантового конкурса «Русал». Участие в нем приняли друзья организации и ее попечители. В прошлом году Кандалакшская детская эколого-биологическая станция с помощью гранта компании «Русал» получила возможность открыть контактный мини-зоопарк, особенно популярный нынче у маленьких кандалакшан. Но одно дело зоопарк открыть, а другое содержать. И тут на помощь пришли неравнодушные кандалакшане, часть заботы хвостатых и мохнатых взяв на себя. Попечители со временем стали настоящими друзьями детской эколого-биологической станции. И теперь отблагодарить их за труд решили и работники ДЭПСа, устроив настоящий мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира. «Пасхальный кролик – так совпало в преддверии Пасхи. А кролик – это, наверное, самое любимое наше животное, самое контактное животное, потому что наш грантовый проект звучит – контактный мини-зоопарк «Ромашково». Попечителям показали, как изготовить сувенир в технике кукол Тильда. Немного рассказав об истории этих игрушек, приступили к делу. С заранее заготовленными выкройками работать одно удовольствие. Поэтому с творческим заданием все справились быстро, при этом получив массу положительных эмоций. В Кандалакши может появиться новый каток, а точнее есть шанс возродить старый. Ведь когда-то он был и у ребятней железнодорожного района. Помочь в этом в первую очередь могут сами кандалакшане. «Голосуй за свой каток» – так называется акция, которую проводит компания «Невея». Ее цель – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом в зимнее время. А каток для этого подходит как нельзя лучше. И если у жителей центральной части нашего города и микрорайона Нева-3 такие спортивные объекты в шаговой доступности, то железнодорожный район пока не удел. Хотя здесь есть все условия. Необходимо лишь реконструировать старый каток на улице Кировская, который не эксплуатировался уже много лет. Победа в конкурсе позволит его возродить. Но для этого кандалакшанам придется побороться. Набрать как можно больше голосов в интернет-голосовании на сайте nevea.ru Это совсем не сложно, если объединиться. Так что все в наших руках. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин